Малдошин. Выписку отсадок. Две тройки. Будет разговор по-другому, если не исправишь. Хотя бы одну, понял я? Про что у нас зачет? Про героев СВО. Расскажи мне про Максима Пескового. Кто это такой? Это 26-летний офицер. Он командир разведроды, старший лейтенант. Ему была поставлена задача разведать село. Когда они туда вошли, они попали в засаду не бандеровцев. Подчиненные Максима немного растерялись, но после сгруппировались. Когда не бандеровцы подумали, что они сдаются, они подошли слишком быстро. Близко? Близко, да. И Максим приказал стрелять. К ним прилетела граната, и Максим прыгнул на нее, защитив всем своих подчиненных. Что он сделал? Как он защитил? Он накрыл гранату собой. Он получил звание Героя России посмертно. Горбик. Мне папа тогда говорил, что ты без тройки учишься. Как ты считаешь, то, что вы сейчас это учите, это нужная вещь или нет? Не надо думать, что я тебя снимаю, надо говорить. Говори как есть, я же не буду тебя ругать за это. Я считаю, что эти зачеты очень важны для обучения патриотизма у школьников. Так наши российские школьники не забывают о настоящих героях нашей великой страны. Это сейчас говорит Горбачев. Нет, это не Горбачев. Горбачев был предателем. Брежнев. Вот тебе надо на диктора идти. Озвучивание советских фильмов. Лейтенант Данил Углянский кто такой? Лейтенант Данил Углянский был офицером. Увоевал на специальной военной операции еще с самого ее начала. Он со своей ротой принял бой с превосходящими силами противника. Рота попала в окружение. Но ночью он смог вывести два БМП и один танк, а также его личный состав. Во время одного из боевых действий, опять же, его роте предстояло сражаться. С превосходящими силами противника. Но бой оказался неравным и его рота попала в окружение. Когда украинские националисты поняли, что русские деморализованы или же предполагали такой исход, подходили все ближе и ближе к нашим позициям. И как только они приблизились на расстояние огневого соприкосновения, командир приказал стрелять по врагу. И в итоге украинские националисты были уничтожены. Но одна из гранат попала на позиции русских войск. Это убедил командир и подбежал к гранате и накрыл ее своим телом. Из-за чего взорвался и погиб. Его мертвое тело солдаты принесли на руках. В клубе нравится заниматься? Конечно нравится. Почему? Ну потому что я смог достичь гораздо больших успехов. Я теперь по физкультуре смог не тройки и четверки получать, а настоящие пятерки. Я теперь по сути от дома до клуба могу пробежать без остановок. Молодец. Вставлю это в контент. Все, пять свободен. Перечисли мне экипаж танка Алеши. В зачете там три фамилии. Не знаешь, да? Ты же артист. Ты когда учишь сценический образ, ты же учишь? Ну да, почему? А почему тут не сделал? Так красиво говоришь. Такое ощущение, что ты сейчас заплачешь. Да? Не заплачу, зачем мне не плакать? Ты же артист. Почему не выучил? Я еще могу выучить. Я просто забыл. Я выучил, но я забыл. Ну попытка следующая через 15 минут длит. Да. Не можно, а как еще? Не можно, а какое слово надо говорить? Иди спроси, подсказку и заходи. Посмотрим, что ему подскажут. Разреши не знать, зачем ты? Вот, заходи. Расскажи мне про Виктора Дудина. Виктор Дудин. Он был майором. Это был первый летчик, который получил звание Герой России. 24 февраля он летал на истребителе Су-35 и сбил истребитель Су-27. Также через два дня ему поручили задание уничтожить Бук М-1. На достаточно низкой высоте он выполнил это задание, избежал атак украинских ПВО и вернулся обратно. 28 февраля и 1 марта он сбивал два истребителя Су-27 украинского подразделения. Он был первым летчиком, который получил звание Герой России. Опять свободен. Угу. Что такое довольный? Какая попытка? Вторая. А вчера ты почти плакал, да? Ничего. Что такое? А, это был сценический образ. Ну да. Да, ты же у нас театрал. Так, перечисли мне экипаж танка, Алешка, руки опусти свои. Алексей Неустроев, Расим Баксиков. Александр. И Александр Леваков. Конечно, все эти поставы. Ну. Думаю, что... Четыре. Ты угадал. В клубе нравится заниматься? Очень. Почему? Потому что здесь такие ребята очень хорошие. Потому что они... Если вот у меня, например, голова на прошлой тренировке болела, я бы хотел бы мне бить сильно. Они такие, хорошо, без вопросов. А в другом клубе, там будут ребята такие. Откуда ты знаешь? Каждый клуб молодцы, все равно они ведут работу с детьми. Просто вопрос, кто как ведет, и все вот в этом духе. Понимаешь? Ну да. Есть кто гонится за спортивными результатами, а есть кто гонится, как мы, за какими-то моральными принцами и ценностями. Так, проверяем. Тройка раз. Тройка два. Даже двойка. Тройка два. Тройка три. Три тройки, одна двойка. Нормально, да, считаешь? Не изменишь? Будешь меня ставить перед себе на кулаках. Понял? Перечисли мне экипаж танка Алеши. Лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков и наводчик-оператор Алексей Милстроев. Какие машины иностранного производства они вывели из строя? Американского производства, пять бронетранспортеров. Какие марка? Один М113 и пять бронетранспортеров Макс Про и американского производства. Отцу скучаешь? Очень. Где сейчас батя? На войне разминируют. Разминируют, да? Да. Гордишься им? Очень. Какая командировка у него по счету? Вторая. Вторая. Так будь достойным, понял ли? Понял. В клубе нравится? Да. По десятибалльной системе скажи, сколько баллов? Девять. Один балл это то, что зачеты сдать, сдавать? Не, не, не. Зачеты это правильно. Так почему один балл не додал мне? Ну, потому что иногда бывает дедовщина. Какая дедовщина? Ну, когда новички приходят, уже очень редко, но может быть. Ну, раньше была, а сейчас... И кто у нас проявляет дедовщину? Не могу сказать. Ну, а он до сих пор есть? Да, но они уже это не проявляют. Полгода назад проявляют. Не хочешь мне выдавать никого? Не. Ну, тогда следи за тем, чтобы не выдавать за часами, решая вопрос. Если я узнаю, то есть и хер башка, да? Угу. Свободен. Вы же не будете ругать, что у меня средний был по-английскому 3,90? 3,90 это 4? Да. То есть ты уже рассказываешь не стихи, да? Да, не стихи. Тяжело? Мы не учим вот точь-точь, а мы должны пересказывать как бы. Ну, то есть мы можем рассказать все своими словами. То есть что все-таки интереснее, стихи или пересказ? Пересказ. А что лучше стихи или пересказ? Пересказ. А сложнее? Сложнее стихи, потому что там все в точь-точь надувно. А-а-а. А для чего я вам все это даю как бы? Для того, чтобы мы не только работали руками, ногами, но и головой. Правильно. Нужны такие вещи? Конечно. Почему? Потому что нужно стоять за свою Родину и добиваться всего, что ты хочешь, и Родина тебя этим наградит. Уйти мой. Мои слова повторяешь? Нет. Я такие постоянно слова говорю. Профессия военная вызывает уважение? Да. Почему? Потому что они трудятся, защищают землю, а мы тут живем. И сейчас они воюют, а мы живем в мире. Троечка раз, троечка два, тройка три. Четыре тройки, да, по идее? Следующая проверка в середине января, результат такой же или хуже, разговор будет по-другому. Старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов. Нурмагомед Гаджимагомедов был признан героем России посмертно. Ему было 26 лет. 25. 25 лет, несмотря на такой юный возраст, у него уже было две командировки в Сирии. Когда его машину подбили, он выполз из машины и привлек на себя внимание, что дало десантникам занять круговую оборону. Когда необандировцы окружили раненого офицера, он достал гранату и подорвал себя вместе с необандировцами. Посмертный герой России. Пять с минус. Купель любишь? Да. Почему? Прикольное ощущение, которое помогает, закаляет дух. Как ты думаешь, нужна вещь, то, что я вас заставляю учить такие вещи, как ты сейчас мне сдавал? Да. Чтобы молодежь узнала героев России и ПЕРФа. А для тебя кто герой? Папа. Красавчик. Так, про сан-инструктора Алексея Лиханова расскажи мне. Унес с поля двух раненых солдат. Когда он возвращался на поле боя, рядом с ним взорвалась бомба. Его отнесло взрывной волной. Когда он очнулся, он полз 12 дней до расположения русских войск, питаясь только снегом. Ему это обошлось ампутированием пальцев и одной из ног. Какую медаль он получил? Орден за мужество. За отвагу. Медаль за отвагу. И орден за мужество. Как звали летчика, который сбил суд 27? Майор? Майор Виктор Дудин. Четыре свободы. Так, давай мне про командира танковой роты Антона Старосткина расскажи. Во время боев на Крымско-Северном мосту он имел танк Т-72. Он сумел уничтожить 8 бронемашин и 2 вражеских танка. Во время выполнения вот этой вот работы в его танк прилетел Джавелин. И после того, как он очнулся, он продолжил бой. Вот за это получил Герой России. Ты сейчас занимаешься футболом еще? Ну да. Что лучше, футбол или ярополк? Ну можно сказать то и то. То и то? Да. Но на двух стульях не усидишь, Сень. Что значит на двух стульях не усидеть? Ну то, что можешь уставать на двух стульях. Нет, ты-то пытаешься добиться и того, и того. На самом деле ярополк и учит добиваться и того, и того. Я всем всегда говорю, что у нас и по спорту хорошо, и в воспитании, да, Сень, хорошо? Что ты сейчас и делаешь? Ну постарайся там преуспеть, все с собой. Сень. 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 Сень.